Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Я расскажу вам» и с вами в студии, как всегда, Максим Кравчинский. Жизнь каждого человека состоит из встреч. Бывают встречи приятные, бывают интересные, бывают важные. А бывают встречи, которые открывают каждому из нас окно в новый мир, зовут к новым горизонтам. Вот именно таким стало для меня знакомство с сегодняшним гостем. Легендой журналистики русского зарубежья, актером, писателем, культуртрейдером и историком Евгением Соколовым. Встречайте! Ну, вы меня наградили комплиментами. Я думаю, что это чересчур, конечно. Но то, что в моей жизни была череда очень интересных встреч, которая меня необыкновенно обогатила, это, пожалуй, верно. Женя, мы знакомы. Да, давайте. Я думаю, что можно без, так сказать, да, буду очень признательный, если вы будете ко мне обращаться на «ты», потому что мы давно и крепко дружим. Скажу, такой эпизод. В свое время у Юза Лешковского я брал интервью, с ним записывал. Это Радио Канады, где я тогда работал. И вот он сказал, вот ты, Женя, там. И я говорю, ну, Юз, это как-то, ну, вот, не солидно. Да ладно тебе. Потому что я порывался во все эти «новы», ну, и петет перед Юзом. Так что все нормально с «ты». Будем на «ты». Обширнейшая, многогранная биография. И, в общем, тот случай, когда надо оправданно начинать с детских лет, когда ты... Я хочу несколько слов о твоей семье. Поговори чуть-чуть о родителях, откуда ты. И, конечно, начнем с киноролей. Ты еще в детстве пришел. Сначала о родителях. Чуть-чуть о родителях, а потом кино. Хорошо. Дело в том, что я родился в семье служащих. Официально моя мать была бухгалтером. Отец работал тоже бухгалтером и ревизором в госплане. Серьезная должность. Ну, наверное, серьезная должность. Я помню, вот, да, они там работали. Интересно, что моя мать родилась до революции в Москве в 1908 году. И потом, в 1950 году, я родился в том же роддоме. Это около первой мещанской. На второй или на третьей мещанской улице. Ну, в мещанской части, короче. На ней проспект Мира. Да, на ней проспект Мира. А жил я, то есть мы и живи, наша семья, в доме с коммуналками на улице Дурова. Дом 41, квартира 6. Помню даже номер телефона. Там у нас чудом был телефон. Вот, а вообще-то улица исторически носила название Божьи домки. Потому что там Божий дом был. И вот я помню с детства, что меня всегда интересало, где же был этот Божий дом. Ну, дом страноприимный. Да, как у святая Москва. Какой огромный страноприимный дом. А тут был Божий дом, где, видимо... И мне казалось, что в конце этой улицы Божьи домки, около Самарского переулка, там такой пустырь небольшой был. Зарошек за бурьяном и военная гостиница. Мне почему-то показалось, что вот этот дом там и был. Оказалось, нет. Уже здесь, в Канаде, я нашел фотографии старинные Божьи домки. И там написано, вот Божий дом с церковью Серафима Саровского. Там была домовая церковь. Я мимо него проходил 100, вообще 200-300 раз, я не знаю. Это что такие места были. Я даже не знал, что-то еще до сих пор жалею. Зайти посмотреть, что там было, как там было. Но вообще дело в том, что район-то был очень интересный. Там был Тополев переулок, действительно усажен тополями. Старки, дакутажные дома. А на Выползовом переулке... В общем, там, где я жил, сейчас стоит новое здание соборной мечети. А в мое время была древолюционная соборная мечеть. И был большой двор, там был такой, видимо, построен уже в 20-е годы. В первые годы советской власти дом для работников связи, как мне потом объяснили, как мои родители там получили квартиру, я не знаю. И дальше там начал был Выползов переулок с рядом, правда, исторических, ценных домов. Действительно было очень... Я потом это узнал обо всем. Когда мальчишкой бегаешь, гуляешь, тебе это неинтересно. Но когда это стали сносить на моих глазах, мне было очень-очень грустно. Тогда у меня была ностальгия очень большая по этой старой Москве, которая уходила. Хотя я понимаю, что в этих домах, которые с виду были, как бы, еще и ничего, да и тоже не всегда, в двух-трехэтажных деревянных домах жить было, наверное, ну, никак нельзя. Потому что там не было горячей воды, естественно, не было телефонов. И к тому же были коммунальные квартиры. Плюс наверняка там было полно тараканов и клопов. Я помню, когда сносили эти дома, я как-то шел, гулял с собакой, с своим орделем Хильдой. И вдруг вижу, трава шевелится. Я говорю, в чем дело? Там стоял дом уже пустой, все уже люди тут выехали. А рядом построили новый девятиэтажный там дом. И говорю, это, оказывается, тараканы шли из этого старого дома. Вот в тот новый. Я поразился к сообразительности, надо сказать. Но это неважно, жили мы, как тогда сейчас вспоминаешь детство же, было все хорошо, линейки, туда-сюда. Ну и как про кино, да, ты спросил меня. Я вообще поражаюсь. Мне было 19 лет, и, видимо, я читал газету. Все, вечернюю в Москве точно читал. Потому что на последней странице я заявил объявление, что для съемок фильма, сказка, потеря на времени приглашаются мальчики и девочки в возрасте 12 лет. И я решил попробовать. Своя счастье, с одним одноклассником просто так пошел. Надо отметить, что до этого я всегда любил декламировать стихи. И были всякие то ли утренники, то ли какие-то конкурсы. И я всегда читал стихи, как сейчас говорят, с выражением. Как я понимаю, это было ужасно. Вот сейчас, как я понимаю, что это... Ну, видимо, нравилось. До сих пор некоторые помню. Вспомним нынешнее лето, эти дни и вечера. Столько песен было спето. Теплый вечер у костра. Это второй класс начальной школы. Родная речь открывалась этим стихотворением. Я его сам для себя выучил. До сих пор, как видишь, чуть-чуть даже помню. Ну, мы доехали на Масимовскую улицу. Целые вереницы молодых, ну, мальчиков и девочек, которые даже помню, где-то было. Стол, там такая комиссия, человек. Сначала было там три. И сидит человек, явно глава этой комиссии. Это был сам Александр Лукич Птушко. Тот самый режиссер Птушко, который путешествие Гулливера. Путешествие Гулливера. Да и много-много там других фильмов у него. Сказочник, знаешь, знаменитый. Вот. И я прочел стихотворение какое-то и басню. Тут все было, как будто поступаю в театральное училище. Я помню его фразу. Он сказал мне, поставьте ему пять крестов. Вот, все, ничего. Ну, поставили, поставили. Потом, значит, мне позвонили, наверное, сказали, прийти на второй тур. Я пришел на второй тур. И опять, значит, мне говорят, а теперь будут кинопробы. И мне вот тут нос мне приклеили. Потому что я должен был играть маленького Мартинсона, который играл старика, злого волшебника, превратившегося потом в ребенку. Вот ребенок это был я. Ну, и так все другие там люди были. Вот. Это было безумно интересно. Тебе там наклеили нос из гумоза какой-то, что-то еще. Все это такое. Вот была одна такая проба. Вторая такая проба. Я, кстати, даже не думал, что я могу попасть в кино. Ну, просто вообще. Ну, было интересно. А потом Солон Птичев мне говорит, знаешь, Женя, наверное, на тебя возьму. Вот так вот. После какой-то из этих пропусков. Второй, по-моему. И действительно, я получаю, значит. Главную роль? Да, главную роль в этом фильме. Самое забавное было. Мои родители думали, что это блаш, естественно, какая-то. Я прихожу домой, когда, ну, там, то ли, не знаю, поехали на Масфильм. Ну, я сам на Масфильм ездил. Меня в 19-е годы никто за ручку не водил никуда. Вот, и мне сказали, пусть твои родители придут, подписать там договор, там, все такое. Я прихожу. Матерь говорит, вот, надо поехать. Подписать договор. Меня взяли в кино. Они подумали, что шучу вообще. Ну, казалось, да. Это было очень интересно, потому что они получали, я помню, отец семь с чем-то рублей тогда. 62-й год, 63-й, мать, не 68-й, а мне положили оклад на время съемок 90 рублей. И это было, конечно... Всполнение всех желаний. Ну, мы жили очень скромно, тебе скажу. Была московская квартира. В этой коммуналке там было 7 или 8 семей. Вот. И мы жили в одной комнате. В одной комнате жили родители. Я, мой старший брат, собака, кошка, а одно время и ворон. Вот это все было в одной комнате. И у нас, правда, была еще дача, которую отцу дали, вот, когда она работала в Госплане. Ну, там, ну, такая дачка была, конечно, не то, что сейчас строят. Это был сарай, слегка, так сказать, приведенный в какой-то божественный вид. В общем, жили мы так. Небогаты. Моя садочка колбаса для меня всегда была праздником, когда она была в доме. И было очень интересно, когда получил первую зарплату уже потом, да. Вот. Моя мать говорит, ну, все. Мама пошла, купила 300 грамм колбасы и сказала, ешь сколько хочешь. Да, ну, предложение было. Когда я стал, значит, есть, она поняла, что я могу съесть всю. И сказала, ну, хоть оставь на завтра чуть-чуть. А так все были каши, каши. Поэтому я кашу до сих пор не очень люблю. Как съемки проходили? Ну, по-разному. Во-первых, были съемки в павильоне. Ну, и были съемки, так сказать, на природе, что ли. Я помню, первый съемочный день был около универмага Москва. И там был один из эпизодов. Это был первый раз, когда я видел съемочную площадку огороженную. Там и толпы зевак всегда наименялись, но постоянно были. И вот съемки, так сказать, вне павильона всегда спровождались большим количеством зрителей, как правило. И это оказалось впоследствии очень для меня полезным, потому что я совершенно перестал бояться или стесняться аудитории. Вот как бы нет. Ты играешь и выступаешь потом в будущем, и просто не видишь никого. Это было очень хорошо. Было интересно. Ну, и второе интересное, это, конечно, там был звездный состав в этом фильме. Мартин Сон. Да, вот, может, так сказать, Мартин Сон с Сергеем Александровичем. Понятно, что у нас обычно были разные съемочные дни, потому что они стариков играют, а мы детей. То есть мы редко совпадали в один день. Ну, бывало, что и совпадали, и беседовали, и с Сергеем Александровичем. Конечно, я... Вот, конечно, 19 лет – это очень молодой возраст. Я даже не знал еще, кто-то Карина Зеленая мне мать сказала. Ты знаешь, что Арина Зеленая, там, что я как-то... Ну, говорит, вот, слышь, там, по радио «Детские голоса» – это вот она. Я говорю, правда? И на следующий день, и на следующий поговорок. «Арина Васильевна, а правда, что вы умеете говорить «Детским голосом»?» Она говорит, да, умею. Я говорю, а может, что вы мне сказать? Она говорит, нет. Значит, ничего я не сказала. Вот, потом мы, правда, в процессе съемок, ну, не то, что подружились, но она меня как-то отмечала. Я теперь думаю, так сказать, не могу, что у нее не было детей. И, может быть, я был такой вообще очень общительный мальчик, да? Потому что она меня, скажем, приглашала в кино. Жень, пойдем в кино. Это в Ялте, я бы даже помню, пришли. У кассы никого не было. И, значит, она так подходит к кассе и говорит, я Арина Зеленая. Мне два билета. Зачем надо было это? Я хоть маленький был, но зачем это? Надо было говорить «Я Арина Зеленая». Ну, конечно, там, это длитер, что вообще там чуть не упал со стула. Все это понятно. Видимо, это был уже уходящий такой ее период жизни, когда все уже... Львиная песня. Уже песня была спета, конечно, она все-таки играла уже старушку. Она начинала в годы НЭПа еще, да, там, чуть ли не первый этот советский фильм «Путевка в жизнь». Она же уже там была. На самом деле, она начинала в кафе Шантане. Да. В том доме, который это первый был, первый на садовом кольце, был многоэтажный дом, и там был вот это вот... Кривой Джимми, по-моему, она была. Я не знаю, не знаю, там, это было еще до революции, кстати. Она начинала, она уже там была. Ну, неважно. Мы стали стоить, чернила, тюнили два пира. Простей, папа, прощай, маму, я поеду на Кафе. Тушку Александру Лукишеву связывали теплые отношения к тебе. Вот он меня почему-то любил. Я не знаю, почему. А у меня было масса фантазий там всяких. Я, например, решил заниматься живописью. А он же был, короче, прочим живописец. И резчик по делу. У него была масса талантов. И вот я нарисовал памятник за топольным кораблям. И, значит, так все это маслом все это сделал. Значит, и этого орла сверху я раскрасил золотой краской. Ну, я Александру Лукишеву принес. Он говорит, так, ну, во-первых, Женя, тебе скажу так. Вот горизонт никогда не может посередине картины. И ты выше должен быть, и он ниже должен быть. И потом никогда не употребляй золото. Ты можешь, должен это золото показать обычной краской. Вот так вот было, значит. После сказки о потерянном времени вообще до сих пор, вот недавно я в Фейсбуке читал его, показывали по какому-то каналу, и люди вспоминали с удовольствием. То есть это такой, как сейчас говорят, культовый фильм, но очень известный. Да, почему, я не знаю. Кстати, к Александру Тричу я заходил даже домой. Вот просто тогда же можно было без всяких звонков ходить. Тем более мы уже жили в квартире, где не было телефона у меня. И вот просто заходишь, и он принимал все, чай ему угощал, показывал свои какие-то картины, какие-то свои вещи. И, видимо, поэтому, что я ему понравился, он взял мне свой следующий фильм. Сказка о царе Салтане. Да, тут получилось так, что когда я читал сценарий, он сделал главную роль, поваренка. Она была очень смешна. Меня там варили копятком. Я вот с этой поварихой там, у меня там было, там в заслужении. Вот. Но потом денег не хватило, и эта роль как-то так постепенно усыхала-усыхала, и усохла до вообще до нуля. Меня даже в титрах нет. Хотя время от времени я там появляюсь, то там, то сям. Даже есть небольшой звук, когда убегают эти, значит, злые повариха, баба-повариха, мы с Лиляхи Джаковой, которые там, значит, там комментируют это их попытку бежать с острова Салтана. Ну вот, и мы с Лилей подружились тогда. Я бегал к ним. Она была еще с Валерием Носиком. И мы часто приходили к ним в гостиницу. Это вообще даже экспедиция. Время там было у них, они меня примечали. И потом я, когда уже вернулся, ходил в тюз к ней. И мы даже гуляли после спектакля. Помню, проходили мимо театра Моссовета. А там еще играл мой любимый артист Николай Мордвинов в «Маскараде». Вот. И она, говорит, спросила, что ты сейчас читаешь? Ну, я читал школьную программу. Говорю, читаю «Поднятую целину». Она говорит, ну, я этот шелох вообще-то не люблю, но молодец, что хотя бы читаешь. Она уже тогда была, как я была такой скрытой диссиденткой, что ли. Вот. Ну, интересно, она приезжала в Монреаль. Вот уже потом, позже она не вспомнила меня. Хотя тогда были как-то. Ну, все бывает, все нормально. Ну, да, много встреч. Также Олег Анофрив приглашал меня, то есть давал Экатара Мартина свои спектакли. И Валерий Носик, который снимался тоже сказки о царе Салтане. Ну, у меня были там другие тоже знакомства с фотографом, который мне давал фотографии от сказки. Вот поэтому такая коллекция есть, в принципе. Он не должен был это делать. Ага. Вот. Ну, и с директором картины Игорем Николаевичем Харитоновым. Мы просто с семьями подружились. И ходили часто в гости к ним. Он мне старался помочь, чем мог, как мог. Сколько всего у тебя фильмов в карьере? Так вот, получается, три. Значит, потом Игорь Николаевич мне сообщил, что Агния Барто посмотрела сказку о потерянном времени. Я вроде бы ей понравился, а я хочу, чтобы этот мальчик играл у меня в фильме. И вот тогда вышел «Черный котен». Ну, какая-то новелла режиссера Фридман и Народницкая. Но практически он никакой. Было видно, что он тогда уже слабый. В общем, он исчез полностью. Я не уверен, что он даже существует, хоть одна копия этого фильма. Но не забывайте, что вот эти все съемки, это же поездки. Это мой любимый родной город Севастополь, который стал мне просто родным. Там всегда было. И эти знакомства разные. И все. Это открывало мир тебе. Абсолютно. Вот. Конечно, это было очень-очень-очень большой впечатлений. И, естественно, поскольку три фильма, я говорю, ну все, конечно, я буду актером. Вот. Да, значит. И кончаю я школу. А я поступил в шесть лет. В сентябре. У меня день рождения в конце сентября. И поэтому в шестнадцатем возрасте. Так что, когда я закончил среднюю школу, меня еще в армию не брали. У меня был еще год. Это я скажу почему. Я пошел. Тогда вообще кто подавал в актерское училище, подавали сразу в несколько. Да, да, да. Я почему-то подал только в Щукинское. Вот я решил, значит, в Щуку. Лучше. Помню, со мной подавала вместе Наталья Варлей. Вот, да. Ну и Борис Евгеньевич Захава там обманывал. И так далее. Как ни странно, прошел три тура. И уже следующий, последний был, были этюды. И вот объявляют те, кто прошел на этюды, мои фамилии там. Мне только Соколов, останьтесь. Говорят, вас же в армию не берут, вам всего шестнадцать лет. Приходите на будущий год. Как-то тут мы, значит... Видимо, кого-то другого имели в виду. Я поработал год токарем на Мосфильме, на родном, потому что надо было куда-то устроиться. Хотел на оператора по киносъемочной технике. Но там надо было, чтобы тебе восемнадцать лет было, потому что были вечерние какие-то съемки. Хотя, когда снимались в кино, девяносто-тренадцать лет, это никого не волновало. Вечерние съемки были. Ну, значит, их разве что не было. Поработал, значит, в токарем. Мне очень важно, потому что я из служащего превратился в рабочего. Абсолютно. Моя специальность первая, что токарь. Строить советскую карьеру, да? Конечно, вот тут-то, вот тут-то. Я-то об этом не думал, кстати. Просто хотел на Мосфильме, что там все знакомо. И куда-то надо было. И я решил, значит... Ну, естественно, в следующий год я почему-то в Щупинское не пошел, а решил пойти в Щептинское. И вот дальше я помню один момент. Я стою перед Малым театром. При Малом театре. Смотрю на Малый театр. У меня мелькает такая мысль. А могу ли я жить без театра? Я себе честно ответил, что вполне могу. Я понимаю, что настоящий актер, артист должен быть тот, кто не может жить без театра. И это для меня было понятно. И я, как ни странно, не пошел. Просто даже сдавать. Мог пойти еще в Институт культуры. Но потом подумал, нет. У меня опять другая мысль появилась. Я хотел, чтобы это все-таки было кино. И во ВГИКе были такие два факультета. Режиссерский. А был оператор-журналист. Куда принимали сознание двух иностранных языков. И, как мне сказали, после школы лет 25 у меня было. Как и на режиссерстве. Там не нужно было двух иностранных языков. Вот это вот. Вот куда я пойду. И поэтому я решил пойти в армию, готовиться. А потом поступить в московский инъяс. Чтобы два языка. Чтобы два языка выучить. Ну и потом, да. Вот. Я пошел в армию. Ну, да. Отслужил. Сейчас был в учебном полку. Получил и младшего сержанта, и старшего сержанта. Там произошел такой интересный эпизод. Там, где мы служили. В год это было в Германии. Я уже был младшим сержантом. Уже год отслужил. Ко мне походят замполит. Ты знаешь, мы решили тебя, так сказать, избрать освобожденным секретарем комсомольской организации. Я вообще обалдел от восторга. Это же сачковая должность. Тебе же не надо месить. Но я понял, в чем дело. У нас было все два москвича. Более-менее грамотно. Которые писали грамотно. Одного назначили писарем. Вот меня, значит, секретарем комсомольской организации. Моя задача тогда. Была такая. Надо было проводить собрание. Оформлять протоколы красиво. Легко было собрание. Придумываешь, даешь вопрос одному, там другому ты задаешь что-то. Это все оформлялось. И принимать комсомол. И главное, собирать взносы. С комсомолом было легко. Я попросил сержанта выстроить молодых людей, молодых солдат. И говорю, так, не комсомольцы, шаг вперед, шагов марш. Они раз-раз. Я говорю, возражение против приемов комсомол есть? Нет, ни у кого не было никогда. Налево, фотографию шагов марш. Вот так вот. Сейчас мне за это стыдно, конечно. Очень стыдно. Но тогда это была просто норма жизни. Абсолютная норма. Так все делалось тогда. Да. И главное было трудно собрать взносы. Потому что они получали сейчас 15 марок. Вот там надо было бегать, ловить. Каждого хоть один детский. Пфенгов тебе дал. Но неважно. Значит, я закончил армию и пошел на курсы. Да, работать там алборантом каким-то. Но пошел на курсы немецкого ЗК. И вот то, что я был в армии, то, что я рабочий по профессии, я думаю, мне помогло. Конкурс был 6 человек на место, было 5. Но дело в том, что меня просто не заваливали. Ну, немецкий я более-менее знал. Но хуже, чем ребята из спецшкол, конечно. Но я прошел. В Инъяс. В Инъяс поступил на переводчик факультет немецкого ЗК. Это какой год? Это, значит, был уже 71-й год. Вот я должен сказать, вот теперь другое почувство. Все началось, и кино. Я говорю, любовь к кино меня привела. В Инъяс, любовь к кино. Нет. Из него, так сказать, и вывела. Дело в том, что я помню еще на... Ну, это уже политические дела идут. Я помню на квартире еще нашей коммунальной. В нашей коммунальной квартире там только в двух семьях были телевизоры. И вот мне лет 9, может, 10. Я смотрю Чапаева по телевизору. Ну, это КВН с таким вот экраном, с таким, да, с линзой с этой. Смотрим. И вот эта вот сцена, когда белые наступают. Да, психическая атака. Сейчас-то я знаю, что ничего не было. Все придумано. Формы у них не те. И атака была, скорее, в фильме «Адмирал». Вот она показана более правильно. Каперовская заменитая атака. Но я понял, если Дима с моим другом детства, а его дедушка Сергей Андреевич говорит, красиво иду в полное презрение к смерти. Я впервые так подумал, что мои симпатии на стороне белых, а не красных. Ну, вот этот первый такой бык обозвал. Почему, я не знаю. Но мы еще, кстати, во дворе играли в белых и красных. Я неизменно играл в белых. Хотя мы там по игре проигрывали, но неважно. Вот так вот, вот это вот. И потом начался какой-то интерес к истории, видимо, у меня. Когда попал в ИНЯС, я очень интересовался историей. Просто необыкновенно все. И там группа такая у нас собралась, которая тоже. И мы все обсуждали. Причем, вот интересно, вот это вот критическое осмысление происходящее, оно, конечно, было, но это не мешало тебе, как бы сказать, ты из... Вот, октябренок потом перешел в пионеры. Из пионеров, в корсомол. Это было нормально. Казалось, ну, потому что так вот, ну, так должно быть. И вот поэтому мы уже в ИНЯСе, я понял, сейчас я смотрю, конечно, так сказать, уже оглядываясь назад, понятно, что к советской власти мы все относились к ироничности. Мы ее не ругали там ничего. Анекдоты про Брежневу рассказывали, все хорошо. Ну, очень, значит, любили историю и, конечно, историю императорской России. Мы обсуждали эти вопросы. И мы все пришли к выводу, что переворот или революция февраля 17-го года это колоссальная трагедия. И стали разбираться, почему произошло. Чтобы была всеобщая измена. И слаб ли государь был. Или у него не было выбора. Сейчас это все более утряслось. У меня есть друг Георгий Значеев, историк. И он сказал, что, понятно, причина отречения не только, что как Солжин спит, что он хотел семью увидеть. Конечно, нет. Он просто... Его убедили, что иначе будет гражданская война. И вот это вот... Да. Ну, потому что Родзянка убедила Алексеева, что тут все, порядка, все под контроль, только отречется. Михаил будет, и все будет хорошо. Вот. И вот в этих разговорах так все проходило. А потом мы были как-то на картошке. И на картошке, значит... Почему я говорю про этот интерес к истории? Да. Он важен. Значит, мы решили снять фильм. Как будто бы мы... Любительский фильм. Любительский фильм. Обычный фильм. Так что мы, значит, белые офицеры и такие, и все буржуи какие-то там. Значит, мы находимся в играх ЧК. После ЧК. И потом бежим через румынскую границу на запад. Ну, такая была. Почему румынская граница? Это, скажите, Шульгина, 20-й год. Мы о ней еще поговорим. Вот. Дело в том, что фильм был такой, ну, иронический, смешной, сатирический. Начинался он так. У тебя была камера, да? Ну, камера, конечно, камера. Мы сделали там, то есть, фотографии вот. Да. Да. Из этого фильма. Значит, он начинался так. 1921 год. Страшный год в истории России. Русская интеллигенция собирала картошку для рабочих и крестьян, занятых построением коммунизма. Не вполне целистического реализма, да, текст. Ну, и были герои. Я играл полковник Анчимасова, опса Мартировича такого. Был там кулак Прокл, мой друг, поинъязвить. До сих пор мы остаемся в ВКонтакте, Андрей Воробьев. Другой, у нас там был такой Алексей Пович, играл Бориса Ароныча Гольденберга, председателя Одесской коллегии адвокатов, а также владельца ряда доходных домов на Лонжероновской. Вот князь Рштуни, который мечтал о восстановлении там армянского царства, да, озера Ванн, как бы. Красивый такой парень армянин из Баку, он был. Вот, но там были другие герои. Там был комсомольский активист Морозик Павликов, да, и начальник губернской чрезвычайности Костя Головотяпов, ну, который нас и проворонил. И вот мы устроили просмотр этого фильма. Осипа, премьеру, как бы, со всем этим текстом записан. Там Рузака была, марши русской армии, все такое, ну, в духе Белогвардейском. А дома у меня мы, значит, решили справить, ну, это приурочим кого-то. Мы, вот мы все сейчас сохранились, исправляем 360 лет дома Романовых. Это был 1973 год. Мама сшила огромный бело-синий-красный флаг русский. Он висел на стене, как моя первая публичная демонстрация этого флага после большевистского переворота. Я так, я так, ну, предполагаю. Я никогда не слышал, что это было. Ну, и все, и вот, значит, мы все так праздновали, пели «Боже, царя храни». Да, значит, все нормально. А этот Хачатуров, после этого, как потом выезд, потому что он сказал, когда разбирался все это дело в Инъязи, он сразу пошел на Лубянку, там, на улице Дзержинского, не знаю, где-то, нет, на Кузнецкого даже. Какая приемная КГБ, где написано «прием граждан» круглосуточно, вот он, вот так вот, и настучал на нас. И через какое-то время нас всех главных, кроме него, и на Язовских там, да, забирают прямо из института и везут на Лубянку. Вот, и просто как раз, повезут, я говорю, да у меня там дела, я говорю, что, дела подождут. Ну, и вот, и нам предъявили, значит, обвинение в том, что мы... Создали монархическую, да, монархическую организацию, что мы празднули 300 лет Дома Романовых, вот. Вот, ну, я могу сказать, господа, мы не могли, ну, там, господа, товарищи, мы не могли 300 лет Дома Романовых справить. Без нас справедливо в России в 1913 году большое было вообще событие в то время. Мне, кстати, вот, это было неважно. Абсолютно. Так и шло. Комитет комсомола разбирал еще чего-то. В общем, короче, нас всех поисключали. Не из института. Из комсомола. Нет, по-моему, меня. Их исключили с родивыгрозанесением. Но нас с Хачатуровым, с Тукачем исключили, с комитета комсомола, я был членом комитета комсомола тогда, оттуда понятно все. Вот, и его тоже интересно. После этого мы продолжали учиться, но я не знал, что будет дальше. Я вдруг решу. Это связано еще с тем, что после допроса на Лубянке, когда... У меня фильм забрали, но я мне дал звуковую запись. Я просто быстро забежал к самому плягу, сотрить все, и он стер. У них не было, собственно, двух. А без звука, ну, что, намеревшие там какие-то с погонами. Да еще такого нет. Вот. До этого я иногда, проходя мимо церкви, у нас там церковь Престой Богородцы в Перславской слободе, проезжал остановку на метро и заходил просто иногда послушать песнопение. Мне было очень приятно, но меня эстетически много не устраивало, там, икона заляпанная, видишь, целуют, всякие крошки могут подобрать, там, с полосы есть, ну, это все так. И вот я после Лубянки выхожу, звоню одному другому дома, нет, второму другому дома, нет. У меня, я уже понял, что конец, вся твоя карьера, все. Ты можешь, мы уже прекрасно знали, это конец. Вся жизнь меняется. Рыб, многие сами привели меня вот в этот храм, и я в таком смятении, и вдруг я смотрел на эту икону, и сам не знаю, почему, я говорю, Господи, да будет воля твоя. И вдруг я почувствовал, как волна какая-то проходит через меня, и у меня полностью пропал страх. Вот это чудо такое. И после этого вскоре я крестился. Вот поехал из Венигород, там, в общем-то. Отдельная история, были еще там пару таких маленьких чудес в моей жизни. Так вот этот вот страх мне так, я перестал их бояться вообще. Я вел себя так в последний год обучения, что я до сих пор не представляю, как я мог так делать. Ну, вот, например, это НИАС, я на четвертом курсе, переводческого факультета. Ко мне, значит, приходит, там какой-то, надо подписать демонстрацию у нас, надо подпишись там, распишись, что пойдешь на демонстрацию. Я говорю, какая демонстрация? У меня Пасха. Нет, у меня Пасха, да, у меня Пасха, да, все такое. Он говорит, серьезно я могу, вполне серьезно. Так и передать, он так и передай, он уходит. Тебя вызывает товарищ Шилин, товарищ Шилин, секретарь комитета комсомола ИНИАЗа. Я говорю, кто такой товарищ Шилин? Как ты такой? Ну, кто такой? Ну, секретарь комитета комсомола, я говорю, ну, при чем здесь я, я не комсомолец? А что ему передать? А ты ему передать, что у меня заседание секции служебного совоководства в четверг, вот я его вызываю. Он уходит, и ничего не происходит. Потом же опять очередной там мне, значит, подпись, что пойдет на демонстрацию пойти какую-то. Я пишу ответ. Причину указать, пишу ответ. На демонстрацию пойти не могу, так как намерен выехать на дачу. Значит, декан орал, там говорят, что вот мы его, значит, это, отстраняем от демонстрации. Но, тем не менее, вот так вот, это продолжалось, я жил свободной жизнью. Она научила меня так жить, как будто их нет. Была моя учительница латыни, Див Матвейна Каган. Человек примечательный. Она сделала перевод Эразмы Роттердамского с латыни. Она мягко нас учила к культуре, такой общей, даже вроде латыни, говорит. Ну, вот, например, Ава Мария молитва. Ну, это сейчас часть общей культуры. Мы, говорит, Ава Мария, Грация, Плена, Домину, Стекум. А я записывал, записывал. И сразу выучил там. Ну, Челикатула. Все это было замечательно. Так вот, она мне как-то потом уже подружились. Она очень меня поддержала в тяжелые дни. Она мне рассказывала. Вот тут ко мне приходят и говорят. Вы назначены агитатором группы. Говорят, а что это такое? Ну, говорит, вы. Ну, пойдите в портком, вам там скажут. Объяснят, ах, Женя, есть двери, которые я не открываю. Это мужской туалет, портком. Это вот все в Нязе в 1475 году. И вот так вот я свободу отметил, что действительно свобода была. Крясающе. И вот во всем этом, да, появилось имя Шульдина. Василий Татьянович Шульдина. Дело в том, что тогда уже ломали старую Москву. Вот тогда была ностальгия. Я ходил по чердакам старых домов, искал книги. Кое-что находил. То какой-то том сельскохозяйственной энциклопедии, там что-то еще. И вдруг, значит, нашлись две книжки потрепанки маленькие. Я их просто взял в старую орфографию. Не даже в новую, по-моему. Да, ну, какие-то старые. Открываю, домой прихожу. Это дни Василия Татьяновича Шульдина. Я читаю и не могу оторваться. Это такое окно в историю. А второй томик, 20-й год. Тоже. Это уже Белая Армия, которым я уже, то есть очень увлекался внутренне, да. Белая Армия, вообще-то, безумно интересно. Они пытались спасти Россию. Я так уже и думал тогда. Вот, это было невероятно. Я настолько обалдел, я решил отнесить приплотную мастерскую эти книжки. Отнес, отдал там на Кузнецком мосту. А потом отдал. Господи, конечно, украдут их, наверное. Да они его донесут. Сейчас, значит, мне не хватало вот этого еще. Ко всем моим монархическим делам. Вот этого еще не хватало. Но нет, книжки мне вернули. А потом мать моего друга сказала, Василий Тарчукин жив. До сих пор он живет в Владимире. В старческом доме. Ну, и я поехал в старческий дом. И вот там не было. Он мне сказал, пойдите на кухню. Там вам точно скажут. Потому что там все списки. А так вы не найдете. Пришел. Мне указали женщину. Одну такую, Клавдию, которая с ним дружила. И она мне дала его адрес. Я пришел, просто звоню. Сквозь, дверь, видите, старичок. Такой ночной, такой рубашки. Я говорю, извините, Василий Тарчук, вам от группы московских студентов. Ну, да, очень приятно. Я хочу вам... Он говорит, проходите. Пропустил меня. Я сел, вот слег на кровать сразу. Я хочу вам выразить благодарность за все, что вы сделали для России. Он говорит, для России я, к несчастью, ничего не сделал. Я говорю, ну, вот так же вы действовали сейчас. Он говорит, а вы какой период имеете в виду? Ну, я говорю, белую армию. Он говорит, ну, конечно. А как же можно было еще спасти Россию? Вот это все. Сейчас бы, был бы я уже более опытным и начитанным, я бы задал вопрос, а как он относился вообще к своему действительно участию в отречении? Как он написал? Он хотел отречения Николая II, чтобы спасти монархию. То есть Михаил бы, и все было в порядке, и все хорошо. Ну, Кавел, я думаю, потому что тут у меня знакомая его внучатая племянница, такая Ольга Матич. Ну, это известный словист, конечно. Ну, это словист, да, из Беркли, из Калифорнии. Она в своей книге, записной русско-американте, написала перед революцией Василий Таич уже ничем не отличался от, допустим, какого-нибудь Мельгунова, не Мельгунова, Милюкова Павла Николаевича. Я подумал, это правда, как он себя вел и что он делал. Это понятие отречения, конечно. Ну, это все уже. Ну, неважно. Когда я решил креститься, у меня не было никого в церковных кругах. Я подошел к Василию Витальевичу, к Василию Таичу. Можно вы будете моим крестным отцом? Он говорит, с удовольствием, давайте буду. Ну, заочно, конечно, не мог никуда ехать. На крестной матери стала бабушка жены моего друга, вообще из деревни, Власика Просковья Александровна. Он говорит, а кто крестная мать? Я говорю, вот, Просковья Александровна, Власика. А сколько ей лет? Я говорю, помню, 70. Она могла быть моей дочерью, понимаешь? И вот, когда все это произошло, и когда я уже уезжал, Василий Таич мне подписал эти две книжки. Вот свои. Те самые? Вот те самые. Вот они переплетенные, вот как мне переплели. Тут написано, дорогому Жене Вашульдин, 74-й год. Я хочу показать. Пожалуйста. Можем мы показать эти автографы Шульдина уникальные? Я сначала покажу книжку. Надо сказать, что Василий Таич продолжал писать все время на тетрадках. На каждой странице он писал две-три строчки. И потом переворачивался снова. Разобрать это было невозможно. А вот тут написано, крестнику Жене. Сейчас я хочу, можно же перевернуть, показать автографса? Вот это один будет автограф, а потом второй покажем. Крестник у Жене. Тут, да. Совершенно уникальные вещи. Ну, в общем, да. Абсолютно уникальные. 74-й год. Это один автограф. Можем второй показать? Вот второй, крестник у Жене. Там трудно разобрать, но я-то знаю, что написано. Василий Витальевич Шульдин, да. Ну, это фильм же был с ним перед судом историей. Конечно. Потом мы все это, я там смотрел на целое, про Шульдина очень много всего есть. Я написал, у меня на блоге есть большой материал о нашем знакомстве, вообще о нем. Вот это все. Я недавно встречался в Петербурге тоже с человеком этого поколения, который был с ним знаком. Браун. Николай Николаевич Браун. Так я смотрю ваше интервью, замечательно. Да, и он тоже, Шульдин на него произвел колоссальное впечатление. Он был, конечно. Вот так вот. Но я смотрю, на книгах 74-й год, а в 75-м ты уже потянул в Советский Союз. Да, в 75-м. Что предшествовало этому решению? Ну, решению именно глоток свободы. А я знаю, что и знакомство с Сашей Соколовой сыграло не последний год. Нет, дело в том, что это было как параллельно произошло. Но я расскажу про знакомство, тоже интересно. Получилось так, что, когда я уже доучился четвертый курс в Инъязи, у нас немецкий язык, практику немецкого разговорную, преподавал некий Йоханна Штайндл из Австрии. По обмену? Чисто так вот, по обмену, по обмену. Она просто так вот разговаривала. А я тогда уже диссидентствовал. Ну, в каком смысле? Я говорю, что у нас уже сложилась своя компания. Были очень интересные люди. Это все были люди, которые писали историю, кто не любит большевиков. Но один пример у нас был такой Серж Кулев. Он тоже снимал фильм. Он просто любил императорскую Россию в том, что и связано. Мы как сидим в ресторане «Славянский базар» после Сундунов. Серж говорит одну рюмку, другую. А потом говорит громче, громче. А потом, значит, говорит, если б не проклятые большевики, уже сейчас бы государь-император принимал 26 космонавтов, прилетевших с Луной. Я говорю, Серж, идем, бежим там все. Мы с Юрой Боголеповым тогда, это мой коллега, тоже познакомился с приемной ректора. Значит, его вызывали, потому что тоже на Лубянку таскали. Она его там песочила, меня буквально. И мы стали с ним противостоять вот этому всему. Мы, скажем, старомосковское произношение стали вырабатывать. И могли сказать, сидели при зажженных свечах. А при зажженных свечах. Или, может быть, такой диалог, выходим, откуда там дождь идет. Например, я глохнулся. Я говорю, дождь, отвратительная погода, Юра. Голубчик, какая погода еще может быть при советской власти? Ну, вот это был наш, так сказать, антисоветизм. Ну, вот, и ходили по всяким выставкам. Там были тогда выставки на частных квартирах художников. Мы кое-кого пригласили, кто-то испугался пойти. А я Ханна Штайндл, с удовольствием, мы встречаемся. И с ней, ее, значит, будущий муж, Саша Соколов. Писатель, да, скажем. Тогда еще никому неизвестный человек. Он работал журналистом, по-моему, в литературной России. Но он был уже, он был начинающим писателем и членом СМОГа. Это да. Союз молодых денег. Ну, это было так, да, это был. Об этом даже не говорили вначале вообще ничего. Походили по этим выставкам, все обменялись адресами там. Почему-то. Он взял мой адрес. Ну, и проходит некоторое время, месяца два или три. Может, еще раз встретились до этого, но не помню. Вдруг звонок, значит, в квартиру. На прорезе Саша Соколов говорит, Яханна, Яханну не пустили в Советский Союз. Ей отменили, ей визу закрыли. Почему? Отец Саши был известный советский шпион, всеот Соколов, сотрудник ГРУ, которого сдал Игорь Гузенко. Это отдельно целая история. Я буквально два слова скажу зрителям, чтобы было понятно. Значит, Саша Соколов, известный писатель, легендарный, первое произведение которого «Школа для дураков» сам Набоков высоко отметил. И оно вышло в Вардисе в 1976 году. А до этого родители Саши Соколова в 1943 году работали в советском посольстве в Оттаве. И когда в 1945 году оттуда сбежал шифровальщик Гузенко, то он сдал всех, в том числе родителей Саши Соколова. И они были высланы в Советский Союз, и после долгих перипетий, вот как раз в 70-е годы, Саша уехал на Запад. Это как раз вот те годы, о которых ты рассказываешь. Вот его отец решил воспрепятствовать отъезду, потому что ей не дали визу. Тогда они решили устроить параллельную голодовку. Она в соборе Святого Стефана в Вене, а Саша Соколова жил тогда у меня на даче, значит, у меня на даче. Я в то время уехал работать, шабашить в Рокуту, потому что после того, как меня исключили из инъезда, с такой формулировкой, очень интересной, в академической справке, за поведение, несовместимое со званием советского студента, я к своему величайшему удивлению узнал, что советские студенты звали. Ну, как сержанта, старший сержант. Я служил сюда старшего сержанта. Ну, да. Но в трудовой книжке мне написали, уволен, занят, советскую деятельность. И вот с этой трудовой книжкой я устроиться уже никуда не мог. Это все, волчий билет. Правильно. А пришел участковый, говорит, давай-ка устраивайся. Ну, мне так быстро пришел. А то как тунеядцы будут судить тебя. И вот тогда получилась, представилась возможность поехать в Рокуту, шпалы какие-то класть, шабашить. И там давали справку, там за полтора месяца заработал, скажем, 600 рублей. Безумные деньги. Вот. И они тебе позволили жить там в течение 12 месяцев. Не работая. Ну, потому что по минимальной зарплате. Потому что вот не было во время всего этого дела. Да, вот Саша, значит, у меня там. И в итоге он получил разрешение. Он уехал чуть-чуть раньше меня. Да, там поднялся большой шум по радиоголосам. Да, по радиоголосам. И Бруно Красти, канцлер Австрии, лично звонил Брежневу. И Брежневу... Отпустили Сашу. Вот. И как ни странно, а я уезжал, ну, могу по-честному сказать, фиктивным браком в Израиль. Вот. У меня была... Это наша знакомая была, подруга моя по Иньязу. Вот. Такая Ира Анкудинова. Очень яркая женщина. Умничка. Ну, вот она... Она мне и сказала, слушай, давай, поехали. Делать здесь нечего. Так подол, действительно. А что, ну, кочегар, я могу работать где-нибудь там. И там где-нибудь. Как и тут. Но там же будет свобода. Читай, что хочешь. Вот это все. И это, кстати, да. И у Саши. Саш, что же так? Только свобода. Мы, вспоминая то время, мы до сих пор все очень не любим советскую власть. Мы понимаем все плюсы, которые были. Там здесь было много хорошего. В Казахстане. Попробуй. Помог бы поспелить в Гарвард, например. Вот простым. Да никогда. А там все-таки я поступил в ИНЯС. Это же Гемоин. Я самый лучший, простой парень. Как сейчас говорят, социальный лифт. Социальный лифт. Ну, да. Вот получилось. Мне повезло так вот по жизни. Ну, и много другого. Сейчас мы вспоминаем, конечно, что творится в Канаде с медицинским обслуживанием. Например, да? Когда ты должен дать операцию по месяцам, а то и годами. А прости, в Советском Союзе это было, может быть, было грязно в больницах. Вот пример. И образование. И вот это все, были плюсы. Вот это свобода, это сладкое слово свобода. Вот нам это не хватало. И когда мы приехали, конечно, мы это обрели. Это мы обрели, безусловно. Когда ты приехал? Я приехал, уехал я в, по-моему, в ноябре 75-го года. Саша уже был там. Он меня там встретил. Ну, и тут... Вена. Вена. Первая за границей настоящая твоя. Ну, ГДР не считается. Да. Опять должен вспомнить колбасу. Которую люблю с детства. Как я уже сказал, мы записались в Толстовский фонд. Там были первые какие-то несчастные 50 шиллингов. Это копейки. Но 100 грамм колбасы стоило там 8 шиллингов. Что-то такое. Я купил докторский, экстра называется, венский. Я попробовал. Это было безусловно вкусно. Я говорю, все, я тут не пропаду. Мы сушили на 100 грамм. Я заработаю. Не говоря о том, что Яхана очень деятельная была у Саши. Она моментально свела меня там, познакомилась со студентами. Мы только приезжаем, Саши говорит, ты приглашаем на свадьбу. Какую свадьбу? Вот. Ну, на свадьбу тебя пригласили. Я же никого не знаю. Вот, пойдем на свадьбу. Я приглашаю. Ну, как свадьба такая студенческая. Тем не менее, там был поросенок целиком жареный, с яблоком в пасть. Я так смотрю. Я только в романах такое читал. Жизнь началась очень хорошо. И вообще так и продолжалось. Я немецкий знал, естественно. Вот. Помогал очень нашим художникам, которые устроили там бьеннале. Я просто переводил им. Правда, некоторые из них решили, что агент КГБ. Да, и стали распространять при эти слухи. Сейчас и Василь Ситников такой был. Замечательный художник. Великолепный. Он мне звонит, и у меня там ухо стало стоять, Женя. Ты можешь помочь мне в больницу сходить? Ну, пошел, перевел. Ты говоришь, а скажи мне, чего ты это? Вот такое говоришь. Ну, ты знаешь, так выглядишь, что ты или такой комсомольец вот такой вот, или так со свечой можешь в церкви стоять. Я говорю, что ты второй вариант не выбрал. А почему вот именно этот? Хотя ни комсомольец, ни какой, ничего. Ну, так вот. Ну, тем не менее, Вена еще... Что еще было интересно? Конечно, интерес к первой эмиграции был необыкновенный. Потому что... Как же они там все живы? Уже книжки попадали. Мне попала книжка, например, от одного друга, соседа по даче, «Очерти русской смуты» генерала Деникина и другие. Ну, вот Шульгинам прочитывали, 20-й год. И еще что-то, еще что-то. И вот мне так казалось. И музыка. Вот, кстати, музыка. Участвовал в Минязи. Я имел доступ, конечно, к разным... Ну, тогда дискам всяким. Вот мне был почему-то диск группы «Дорс». Почему? Не знаю. Ну, любили кое-что, как «Чизес Стар» и «Суперстар». «Чизес Крайс» и «Суперстар» оперу. Вот и это нравилось. Но главное попало, когда мне... Помню Таня Иванова, «Имигранты». Я обалдел от голоса и от манеры исполнения. И вот это мы стали искать. И вот потом Петр Лещенко появился. Потом появился Алеша Дмитриевич. Это все. А среди русской музыки сначала был Высоцкий. До тех пор, пока я не услышал первый раз Булата Акуджаву. И как-то сразу Володя Высоцкий. Замечательный певец, исполнитель. Великолепный. Но по манере, по душе мне Акуджава оказался ближе. И вот одна, так сказать, один из пульсов эмиграции, что я с Акуджавой, в общем-то, хорошо познакомился. Мы поговорим об этом. Об этом будем говорить, да. Сколько ты провел в Вене? В Вене полтора года. Полтора года? Мы очень честно, мы решили с моей Ирой развестись, чтобы, так сказать... Быть свободными. Быть свободными, да. Хотя, может, кто знает, что мы женаты, никто бы не обратил внимания. Но должно быть все вот так, как мы должны. Ну, это хорошо. Я учился в Венском университете. Понял, что наш инъяс гораздо выше по уровню, чем в Венский университет. По всем направлениям. У нас язык изучает второй, там, 23 человека группа. У них там, я записался на французский, там через 120. Огромная аудитория, они, значит, повторяют что-то такое за преподавателем. Это да. Ну, и потом вот так я познакомился уже с первой эмиграцией. А там же еще были встречи из третьей эмиграции на пути как раз на запад. Там же Костик Кузьминский, я знаю, встречался. Ну, это да, это конечно. Потому что мы все тогда поселились в Бытине, если это интересно. И мы с Костиком Кузьминским, которого, признаюсь, тогда не знал, оказались просто соседи. И встречались, пили чай вместе, там, что-то еще. Он был необыкновенно колоритной личностью. Вот, с бородой, с двумя борзыми собаками. С очаровательной милой женой, которую он почему-то называл Мышр. Что мне было, да, ему, что мне было как-то всегда как-то не очень. Ну, вот это было, да, с Натальей Горбаневской тоже. Вот, там была своя десидентская компания. Ну, поскольку я не ходил на Красную площадь с Натальей Горбаневской и с Вадиком Долоне, я как держался немножко в стороне, потому что, ну, там у них свои, свои истории, там, допрашивали, харестовывали. Ну, меня задержали на Лубянке, а потом все-таки не предъявили никакого обвинения, не знаю почему. Но у меня было, наверное, достаточно оснований. Звук-то ты стер? Звук я стер, да. Да, там у них своя была табель орангой. Ну, могли бы, наверное, но дело в том, что из Ванязи, там же он мне снимал с ними человек, наверное, 12, из них в премьере участвовал, значит, там 4-5, но это же скандал дикий. Ну, конечно. Монархическая группа в московском Ванязи. Ну, конечно. То есть они решили, да, тык с ними. Ну, потом подушибаем, да. Вот моего друга Юру Боголепову, которому мы познакомились как раз после всех этих дел, буквально в приемные ректоры. Меня там песочили, его песочили. И, значит, приходит такой Андрей Бессмертный, он был у нас, что-то, мэтр в монархизме во всем, он был какой-то абсолютный монархист. Там вообще православный уже был, ходил к отцу Дмитрию Дудку на семинар. Вот так вот таково. Вот, господа, да, вот знакомьтесь. Юра Боголепов, Евгений Соколов. Оба на Лубянке были. Где корреспондент, он говорит, да, сходят. Я говорю, вот только что о вас слышал. Он говорит, что это вы мне слышали? Я говорю, ну, мне Марья Кузьмична, ректор Бородулина, сказал, вы за этой мерзкой компанией Роклетянский, Боголепов и другие. Говорит, ах, сука, да я на нее в суд подам. Вот Юра тоже жил, не боясь их совершенно. Это было абсолютно уникально. Вот, и Казахстан, мы бы так сумели выехать. Это что касается. Ну, вот, у диссидента мы не были. И просто Наташа Грабаневского там с детьми. Я Осипа возил там в пратер, что-то еще. Ну, и другие там было много. Анатолий Гладилин там был. Люди были потрясающие. Но мы сейчас, час пробежал совершенно незаметно. Мы сейчас стоим на породе того события, когда из Австрии ты отправляешься в страну, где ты состоялся как профессионал, и где прошли лучшие годы, что называется, жизни в Канаду. Лучше не знали, но хорошие годы. И об этом продолжим в следующей программе. Легенда журналистите русского зарубежья, актер, писатель Евгений Соколов был у нас в гостях. Ровно через неделю продолжим разговор с нашим гостем и поговорим об эмиграции в Канаду, где он оказался в 76-м году. В 77-м, в полтора же года. Там же развод еще был. На этом пока прощаемся. День и ночь Теряет сердце ласки День и ночь Кружится голова День и ночь Восторженною сказкой Не звучат твои слова Только раз бывают в жизни встречи Только раз судьбою рвется нить Только раз в весенний теплый вечер Не так учится любить Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok